всем привет варила новое мыло ну как новое новое уже варила его не раз вот такое получилось мыло на светлом пиве значит что у нас входило в рецепт в рецепт как всегда пальма кокос олива плюс масло бабосу масло ши стериновая кислота молочная лимонная и еще растворяла в щелочек окон этого шелкопряда несмотря на то что это мыло сварено на пиве оно будет у меня как бы подходить и деткам тоже оно без ароматизаторов без одушек без красителей вот такого цвета светлого светлого это мыло ничем не окрашено это за счет масел тут масло ши бабосу кокос и оно такое получилось светленько видите все беленькая беленькая буду сейчас вытаскивать его из формы значит добавлена была стеринка в масла стериновая кислота для чего для того чтобы мыло было твердым хорошо пенилась была устойчивая пена и естественно как консервант продлевался срок годности натурального мыла с нуля вот видите таким образом вытаскиваю из формы мыльцы форму я потом помою и опять ставлю ее в деревянный ящик кстати очень удобная форма это моя самая любимая формочка на алиэкспресс ее тоже можно заказать но она там стоит дороговато не знаю как сейчас ну когда я брала она около трехсот шестидесяти где-то так гривен стоило сейчас наверное дороже значит вот такой у нас получился брусочек в этот раз добавила масло ши и бабосу масло ши вообще но для детской кожи очень хорошо подходит оно такое питательное увлажняющее будет нежное такое масло из масла ши можно варить моно мыло то есть из одного только масло сейчас взвешу из ну из масла ши я имею ввиду ши карите называется дерево из которого делают это масло ну-ка посмотрим что у нас получилось килограмм двести семьдесят семь грамм килограмм двести семьдесят семь а по рецепту кило двести сорок ну вот эти тридцать семь грамм которые здесь на весах лишние они уйдут за счет мыло высыхания оно будет подсыхать четыре недельки и эти 30 грамм они уйдут и у нас получится полностью сбалансированное мыло по рецепту что еще сюда добавляла добавляла значит стеринку мы добавляли у масла когда разогревали растапливали затем я отдельно отливала водичку которая для растворения щелочи ну не водичка светлое пиво и растворяла в этой отдельной водички молочную кислоту а в другом стакане растворяла лимонную к этому соринка прицепилась молочная кислота нам служит в мыле для уровня ph и является увлажняющим фактором и антибактериальным то есть мылка такой будет обладать еще антибактериальными свойствами вот и лимонная кислота лимонная кислота образует со щелочью когда растворяется цитрат натрия как режется хорошо еще себе цитат цитрат натрия до цитрат натрия это у нас что также продлевает срок годности мыло не дает ему прогоркать смотрите какой она беленькая беленькая это без диоксида титана без ничего это такой натуральный цвет мылка хорошая текстура ровно без пупырышек я вода водила довольно таки плотного следа чтобы оно быстрее вошло в гель чтобы реакция мыления быстрее прошла так лимонная кислота это цитрат натрия как кондиционирующее вещество образующиеся в мыле и естественно продлевает срок годности мылока а молочная кислота образуется при косновении со щелочью лактат натрия это у нас антибактериальные свойства с молочной кислотой увлажняют и антибактериальная вот такая красотунька получилось вот даже видно как гель проходила мылка вот такие брусочки грамм наверно 110 сейчас я взвешиваем скажу эти весы уже 5 будет скоро надо батарейку поменять у меня все руки не доходят но пока они полностью не остановятся у нас еще такие весы сначала сюда 133 здесь и здесь 133 34 вот лично вот такие будут брусочки кошка пришла кушает корм да это кушай кушай вынесла корм купила ей новый она его не захотела и 400 грамм вынесла к подъезду коты съели 5 котов таких жирных прибежали съели гретен корм наши коты подъездные больше чем наша грета едят лучше мылка прошло стадию геля хорошо застыла как вы видите режется отлично вот такая текстура ровненько без пузырьков хорошая такая мылка беленькая светленькая она будет у меня идти как пивное но также буду рекомендовать его для деток так как тут очень хороший состав кислоты шелк масло ши бабосу бабосу я вообще придерживаю для шампуневого мыла так как это масло очень дорогое вот красота такая грета куда уже хочет сверху на шкафчике залазить полезла если есть только на меня не упади будут за мной наблюдать вот мылка сварена холодным способом так будет у меня зреть 45 недель так как детская можно для подстраховки оставить и на 6 недель вот такая красотунька получилось стадию геля хорошо прошло и быстро я его вчера варила с утра сейчас считаю уже пол двенадцатого она уже полностью застыла хорошо с формы вышла вот такие брусточки аромат нейтральный пока еще пиво не дает о себе знать а потом может быть чуть-чуть такой алкогольный запах когда мыло будет созревать но не всегда видимо в зависимости от основного состава масел как будут реагировать мылка аромат такие хорошие у нас брусочки получаются ну уже в этом году я наверное ничего не успею сварить уже буду готовиться к новому году я буду дежурить 31 декабря поэтому сегодня накупила подарков своим родным и близким дедушкам бабушкам мужьям детям у крестницы день рождения по моему 31 декабря муж крестил девочку тоже купила ей сегодня подарочки надо все это красиво упаковать и все и буду готовить стол не надо 30 уже все приготовить потому что 31 я заступаю на дежурство будем работать вот такой огромный кусок получился немножко съехала страшно это же ручная работа правильно это же не фабрика штампует и что у нас не получится а получился один кусочек попка такая получилась я наверное буду сразу штамповать показать вам как я штампую сейчас вам покажу достаем печать гритоник спускайся к нам вот вот у меня есть такая блестящая пудра берем эту пудру берем наш штампик такой штампик видно вам стопроцентный натуральный продукт затем берем кисточку на штампик пылить немножко ничего страшного вот так струсили лишнее и попробуем пропечатать маленький кусочек таким образом пока мыло свежее оно еще такое пружинит вот поэтому можно легко отпечатать вот таким образом видите это пробничек это я себе оставлю такой тоненький кусочек блестящий вот сейчас быстренько эти пропечатаем и все и мыло будет готово к созреванию поставлю его в корзиночки точнее в одну корзиночку сложу и все будет стоять на полочке вот таким образом видно вам видно вот такие печати блестящие красивые полностью натуральный продукт без химии без всякой ерунды и сами себе сварили знаете что вы туда положили для деток так вообще пропечатываем ну это я так делаю не знаю может кто то по другому делает я делаю так иногда у меня большая партия мне надо быстренько все сделать вот такая красотунька получается у нас красота все и вот так быстренько кисточкой раз раз еще не успела я хотела сварить мыло с корицей специи заказываю оптом так чтобы дешевле было у меня есть много-много корицы я хочу сварить с нее мыло и есть апельсиновая пудра аромазоновская вот такая красотунка и хочу еще сварить с ламинарией есть у меня пудра ламинарии морская водоросль шоколадная марену мы сварили запас у нас есть а зеленой глины у меня еще много мне надо желтую сварила надо еще с голубой длиной часто спрашивают мылка с добавлением голубой длины вот так получается красиво правда с голубой потом молочное не буду больше варить как-то молочное мыло такое оно по свойствам оно конечно хорошее но оно не ходовое как-то люди не понимают у нас что такое молочное мыло кстати молочное мыло после стадии геля ой стадии геля после того как вы смешиваете масло со щелочью у вас получается мыльная масса такая реакция мини реакция мыления надо его не укутывать нельзя чтобы молочное мыло проходило стадию геля его надо в форме укутать в пленочку пищевую вместе с формой и отправить на холод в морозильную камеру или хотя бы в холодильник в холодильник можно или на балкон на мороз вот такая горнюська бывает что мыло у меня не пропечатанное но это не значит что это не мое мыло бывает я режу штанги вот так вот его нарезаю прячу на созревание за него забываю а когда мне надо его печатать оно не печатается потому что оно уже все затвердело стал очень твердым и штампик просто я не могу вот так вот прижать его так как мыло уже готово к использованию и получается у меня есть такие мыла которые без печати ничего страшного бывает и такое поэтому в последнее время я стараюсь если мыло уже нормальной плотности не твердое и не сильно мягкое сразу делаю такие штампики вот так таким образом и все и можно промыло забыть на 4 недели оно будет созревать себе стоять подсушиваться и будет потом готово елку вчера постирала у нас искусственная елка хотя мы живем в лесу но я принципиально не хочу рубить елки и сосны мне жалко деревья рубить и уже много лет мы ставим с мужем искусственную елочку и родители мои тоже ставят искусственную поэтому я вчера принесли с гаража елку я ее постирала у кошки было море счастья она подумала что это все для нее она у нас высохла сегодня будем наряжать ну естественно так как кошка сначала были дети маленькие теперь кошка опять без красивых шаров все игрушки поменяла на пластиковые шарики всякие там такие прибамбасы и на бантики там такая всякая ерунда потому что кошка лезет к елке и лазит по ней как по дереву бывает ее переворачивает поэтому я иду опять без стеклянных шаров в этом году открою вам секрет если у вас есть животные дома особенно коты можно я сейчас себе тоже сделаю такой пулевизатор где это моя корзинка ладно потом возьму можно взять пулевизатор туда водичку накапать эфирного масла грейпфрута лимона апельсина что-нибудь из цитрусовых и побрызгать елку саму елку когда вы ее еще не наряжали и вокруг елочки так чтобы не мешать декору положить кожуру лимончика апельсинчика грейпфрутика вот и тогда кошка не будет подходить к елке я в том году так делала она ее не трогала но все равно для безопасности самой кошки стекло я на елку не вешаю так что сейчас побрызгаю и все она у меня больше к ней не подойдет да грека вон уже хвост висит вот такое у нас с вами было видео про наше пивное мылка сейчас найду корзину сложу и поставлю и забуду на месяц вот такие дела всем спасибо за внимание кому понравилось видео ставьте свои лайки пальчики вверх подписывайтесь на мой канал всем пока пока